Привет, друзья! На протяжении долгого времени археологи изучают Египет, но каждый раз он преподносит все новые сюрпризы. И вот очередной. В начале 2021 года Министерство туризма и древности Египта объявило, что археологами было найдено 22 саркофага на глубине от 10 до 12 метров к югу от Каира. Помимо этого также был обнаружен древний погребальный храм королевы Найрт. Но и это еще не все. Бывший министр древности и знаменитый египтолог Захи Хавас сообщил репортерам, что среди находок был 4-метровый папирус из книги мертвых. Это первый случай, когда гробы возрастом в 3000 лет были найдены в районе Саккара, сказал он. Ценность данной находки для науки сложно переоценить, но самое главное, чтобы ученые при расшифровке страницы из книги мертвых случайно не пробудили что-то ужасное. Совсем недавно в Британском музее была выставлена одна интересная табличка. Родом она из Вавилона и датируется 1500 годом до нашей эры. Чем же она примечательна? Дело в том, что на ней нанесено самое ранее из известных изображений призрака. По словам археологов, глиняная табличка является частью руководства по изгнанию привидений. Ирвинг Финкель, куратор Ближневосточного отдела Лондонского музея и автор будущей книги «Первые призраки. Древнейшее из наследия», говорит, что полное изображение на табличке видно только при правильном освещении, смотря на нее сверху. Только при таких условиях можно увидеть, как пожилой мужской призрак отправляется в подземный мир при помощи молодой женщины. В то время как в Египте нашли 22 саркофага, археологи в Турции нашли нечто более масштабное. Раскопки в Блаундосе в ушеке Турция выявили 400 высеченных в скале гробниц около 1800 лет назад. В это время древний город находился под контролем римлян. Многие гробницы украшены изображениями ветвей лозы, грозди винограда, цветов, животных и мифологических фигур. «Перед стенами каждой комнаты в скале высечены арочные саркофаги», рассказывает руководитель археологической экспедиции Бирал Джан. Помимо этого, внутри скальных гробниц были найдены места, которые, как считается, использовались для погребальных церемоний. Выглядит это, конечно, немного зловеще, будто какой-то муравейник из гробниц. Да и кто знает, что еще найдут археологи, углубившись вглубь каньона. Ученые до сих пор ломают головы над тем, как древние люди возвели Стоунхендж из голубых камней. Во-первых, рядом не находилось никаких карьеров, из которых можно было добыть этот камень. Во-вторых, как древние люди, не знавшие, что такое колесо, перевезли огромные четырехтонные камни. Но совсем недавно все же удалось решить одну загадку. Геологи обнаружили, что камни в Стоунхендже были добыты в двух карьерах аж в северном Пембрюкшире. Карьеры с голубыми камнями были идентифицированы как источник доисторического памятника, который находится в Уилтшире, Англия. Но каким образом их добывали, как смогли перевезти, пока это все остается загадкой.